Организаторы фестиваля знают, любое боевое искусство уникальное и неповторимо. Но главное, каждый из них несет в себе не только оригинальный стиль, но и собственную систему воспитания. Спортсмены целый год с нетерпением ждут фестиваля. Ведь на то, чтобы доказать свое превосходство над коллегами по спортивному цеху, у них есть лишь пара минут. Потому с каждым годом показательные выступления становятся все эффектнее. Организаторы признаются, главная цель этого фестиваля – привить детям любовь к спорту, к здоровому образу жизни. Мы видим, какими темпами развивается спорт в нашей Брянской области. Вы знаете, что по итогам 2018 года, благодаря нашему губернатору Александру Васильевичу Богомазу, мы сумели сдать 7 объектов физкультурно-оздоровительных комплексов, 2 ледовых дворца, 2 бассейна, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса. И перспективно 2019 год еще более грандиозный, когда мы собираемся закладывать в 12 подобных дворцов. Покрасоваться на публике и сорвать свою порцию аплодисментов – не главное. Если хотя бы несколько ребят под впечатлением от увиденного придут в спортивный зал, значит усилия организаторов и спортсменов были не напрасны. Такими событиями, как сегодня, возрождается слово «массовый спорт». Ребята тысячами приходят в секции после таких фестивалей. На сегодняшний день общее количество людей, которые занимаются, может превышать 20 тысяч человек. Это большое достижение. И чем больше мы будем проводить подобных акций, тем больше пацанов будут приходить в секции, тренироваться. И как следствие, наша сторона будет сильной, здоровой и непобедимой. Фестиваль в очередной раз оправдал статус одного из самых ярких и масштабных спортивных мероприятий года, познакомив сотни юных жителей региона с увлекательным миром боевых искусств. Игорь Умаров, Александр Жучков, События Брянск.